опять не так вот я не знаю теперь у меня с ним сложно не знаю получится не получится видишь я хотела сказать опять о благодать это вернуться то что как благодать помогает когда господь дает и легко все делать до любой подвиг когда господь благодать отнимает то тогда уже тяжело это я хотел сказать опять вот и гнать тихонич они встают например в 440 до сейчас еще о постах значит что у нас по уставу канон православной церкви 4 многодневных поста там рождественский великий петров успенский и однодневно в среду пятницу но тут много еще да сейчас кстати он говорит там устава если говорит вот особенно сейчас будет строгий пост который да если этот пост не соблюдаешь то не миша право причащаться там должна быть и петельник не пить семья она же все нарушается у нас даже многие не знают вот сегодня удивитель был значит идет сплошная была сплошная фарисеи мы 3 до отменялся по среду пятницу она связи шли к причастию получается что они на себя брали пост но зачем тоже когда если тебе сказано ты будешь как фарисей пост церковь отменила а получается ты с ней не согласен ты хочешь умней церкви быть нет я все равно пойду ну отец александр мне тогда сказал все как люди как и люди а ты как не любят еще интересно вечером вчера мне удивительно обычно ходишь на вечернюю и никогда такого нету как вчера было ты что-то бегают прям и спрашивают вода и спать вода и спать как прям собирают кому-то мне прям удивительно кстати вчера первый раз я это решил закрытыми глазами молиться вообще никого не видит кого не слышу меня то что смущает вот это алтарь открытый почему они не закроют его но ремонт делаете ремонт но зачем открывать вот это все я уже думаю не буду я соблазняться потому что как и на техничном ветхом завете как там было не слезки не это на поле там были язычники и уже интересно было скинью там на этих либо как на ком они они как ничего не делали не только заглянули и господь ангел будет поразил 70 что не зараза 50 тысяч это это готова образ чего скинет это матерь божия а внутри скрижили ну то есть матерь божия есть как иисус христос она же скинь и образ скрижили внутри иисус христос понятно но много владельниц внутри то есть они заглянули что же они там за любопытство и господь сразу наказал поразил вот я стою думаю алтарь открыть а люди же все любопытно особенно мы женщины поэтому думаю я вспоминаю что этот библейский момент дома не любопытничать не заглядывать куда не надо мало ли не пополнить вот о постах мы говорим да все посты соблюдайте видите надо все соблюдать посты поведение в храме мы сейчас опять вот смотрю сейчас скажу опять второзаконие 22 глава 5 стих на женщине не должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женской платье ибо мерзок пред господом богом твоим всякий делающий сие опять говорю об этом о брюках да у нас никто ничего не знает у нас даже я заметила например если женщина ходит детей маленьких водит девочек мне вот понравилось от нас не приходила бабулька видела девочек глупых платочек такой кайфа чатья вот она приводит девочки в платьишках юбочек там но неважно да то есть видно что они девочки а другая ходит вроде они скромно одеты сюда причащать но девочка не в платье не в юбке а что то есть это уже тоже плохо вот она сейчас привыкнет она вырастена также будет ходить брюк 17 лет вот 18 на сегодня так не могу как не могу как не могу вот представьте в ядер поэтому еще хуже от одежды одеть и все вместе нам кучу нет слова не могу есть слов не хочу сейчас погоди погоди у меня еще здесь было а вот я тебе как раз скажу знаете как в этот раз господь вот ты говоришь как нужно благоествовать в храме нельзя делать замечаний сейчас скажу а почему потому что евангелие есть такое место жены в храмах да молчат не имеет права на ней права разговор часа зачитает место чтобы это не ошибиться библия значит но это новый завет коринфянам 14 глава с 34 по 36 стих жены ваши в церковь в церквах да молчат ибо не позвольным говорить а быть в подчинении как и закон говорит если же они хотят чему научиться пусть спрашивают о том дом у мужей своих ибо неприлично же не говорить в церкви разве от вас вышло слово божие или до вас одних достигла вот как раз я что сделала такие значит сноски сделала вот напечатал разрезала несколько бумажки таких себе я их наложил себе в карман и станешь как господь вразумел тоже своего рода благовестия стою в храме например огромные тут одна бабульки сидят и одна попалась такая разговорчивая а как-то выше секретарь и кто-то в администрации работал человек высокое положение она считает что она позволить наговорил за перешла она ушла оттуда за мной пришла да ну сейчас не за за тобой ушла от тебя ушла после того как она сейчас выясним вот она я ее не знал кто она такая но у меня было дважды искушение это ужасно вечерний стоит она пол службы разговаривать но она разговаривает кто-то не разговаривает это было невозможно но я молился тогда мне господь дал благодать и я как бы не слышал ну слушай там что ты и мне это не мешало а другой раз было на утренние тоже все-таки утренней службы литургии опять она опять с кем-то разговаривает но тут уже искушение такой сильно что я не могла мне сходят с рисом прям помолиться никого не слышать я вынуждена была вперед просто идти теперь думаю а разговаривает много но так чтобы швы по службе и так навязчиво я думаю что же не делать сказать я хотели достичь можно вот так но я тоже так думаю ну давай вертеться он же тоже как нельзя вертеть крутится всякое то есть мы должны стоять строго благовейно вот я кстати стараюсь ноги не подгибать как он журавль попробуйте два чем насколько вчера на час 40 час сорок простояла танец замираю ноги что не умеет чтобы ноги не сгибать в колено стоишь ну бывает состояние разное бывает иногда очень тяжело бывает иногда уставаешь и только один раз мне дал господь богадать я так удивился знаете это вообще что на 10 богадать я стою и вот это короткая часть я как я вообще не чувствую ничего нету я еще удивил себя поймал на мысли как так может быть я-то знаю что и такой ноги тем более какие у него не у меня а это значит душа на как будто оторвалась вот я их ничего и так еще уделят как мне легко как мне хорошо как душа радуется умолишься а я ног там не коньяк как будто ног ты забыл просто не знаю это вот один раз а так вот трудновато конечно стараешься сейчас договорю погалика вы меня слова не так скорее договорить как там скамейка была и это я пришла раздевалась и хотела туда положить а это старуха говорит это вместо занято занято я сейчас уйду а где она она говорит там господь пошла она еще не придет пока я сяду она придет я встану нет это занято место это занято место ну я встала и ушла у меня здесь уже кипит что я делала я сказала зачем так я уйду говорю это же не купленное место не из дома потом это начал переживать я пришла простите пожалуйста не прошу смотрю второй день она ушла оттуда она сидит она заболела и вот а вот смотрите я сейчас вернусь и опять я говорю к ней вернусь она значит на вас даже любительницы разговаривать я что не перебивайте дайте договорю мысленно не бреда я говорю что я сделала мне господь вразумел и я взорву рыбам вот такие распечатки сделаем вообще вот я напишу напечатал значит 1 коринца 14 до вас 34 по 36 стих вот так вот сделала напечатала нарезала положил в карман себе и пришла вечером стою да теперь значит 2 разговаривать но немало ждать но разговаривать я его сразу по бумажке суну они мы не видим но нет все равно же интересно же мы же любопытные все они почитали а это вот ей надо она будет больше всех разговаривать я смею на ноги все не придет я думаю ну ладно подождем следующего раза следующий раз когда она пришла я значит начала разговаривать я и она не берет два раз пытался не берет а чуть такой чуть зачем то есть она уперлась и не берет но думаю надо же хотел как лучше думаю она почитает она почитается справиться думаю потому что эти это почитали я еще у посвящен который стоит она тоже разговаривать я и тоже дала потом звоню ну что поясняю не обиделся там объясняю все она да нет все нормально но все равно разговаривать я думаю дело сказать а там уже спрос не с меня мы же должны обличать потому что ничего стоит уж по библии спросит нас если не будем обличать их грех грех на нас парни говоришь как нельзя и не говорить не надо надо уметь когда и как теперь значит я думаю что раз она бумажку не берет мы вышли из храма я к ней подхожу еще раз на улице потому что же сказано если согрешает брать против себя обличи между тобой и им одним я к ней подхожу еще раз даю адак не возьму я гнат слова с евангелий возьмите гурдом почитайте она говорит не возьму не надо я тогда подожди тогда я и говорили кто отклоняет ух свое отслышание закона того и молитва мерзость притча 28 9 то есть я уже вынужден не было сказать раз ты это же место с евангелия раз ты отклоняешься от евангелия слушать не хочешь я вынуждена была привести другое место евангелие сказать и отойти то что думаю еще раз она придет уже по закону я имею ввиду обличить ее ну при других и к священнику подойти дать ну чтобы она не сама не молится не другим не дает но так вот и смотрю она теперь нет ее рядом со мной но она все же чем кончилось чем кончилось я ее не вижу я сказал что времени ее в на том месте нет больше рядом со мной и я вам еще скажу вот это ведь я кто-то раз проповедь было найдем к кресту народу много же и стоим а со мной листочки лежат но я думаю буду носить на всякий случай потому что разговорчивых много а я думаю это уже многие знают уже ко мне это не все все и правда подошла со мной разговаривание молчу она уже догадывает сама спрашивается отвечать эту головой мотай потом думаю чтобы бабулька не обиделся тоже я плисточек дала ну дом прочитает поймет почему я молчала теперь значит еще один дочка с мамой тоже начала службы они там что-то про свои дела начали больничные чего-то там хороший момент думаю я раз им сует листочек а мы вот хочу сказать женщины какие любопытные она тут же у них терпение у нас нету там дом или после службы почитать нет она тут же достает читает правда еще по раз она сказала спаси господи помыли или поблагодарил не так что там швырнуть или чё то есть как бы она уважительно приняла но тут же прочитала и что интересно тоже замолчала понимал она она наверно будет поняла да маму еще подожди мама тысячи с ней разговаривает она уже молчит дома слава богу сейчас дам подожди вот чего хотел сказать вот около креста то стоит 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 иначе разговаривать проповедь идет я раз и значит защищенную записочку она тут же тут же читает все замолчала постояла постояла выше но дома не знаю может совесть там уже я прожгла решил выйти но я думаю что здесь греха нет тут же с места с библией ну там указал что евангелие конечно я ж говорю библия новый за я поясняю потому что евангелие нельзя сказать то что ты с евангелия это с посланием они все послание знает евангелие как бы не точно поэтому я пишу библии но основы и уже именно откуда очень хорошо помогает вот ты говоришь вот она не простила а это уже не на тебя ты попросил упрощение я пришла я родила у меня кипит по грехам на меня потом пришла его и простите меня пожалуйста вот не слушайте нашу ягнати тихоничи на нее вот так смотри ну понятно не на тихоничи рассказывать случаях святых был почему-то слова говорит не слушай рассказ двое говорит дружили что ли один перед другим согрешил и на смертному адри лежит тот пошел к нему кается прости прости он уже вот умирать собрался вот лежит никакой нет не прощу и все а тот год который видели и что интересно видеть как его ангел смерти что не поразил тот который не хотел простить сейчас как бы не перепутать не тот который лежал а тот который пришел он был здоровый просил прощение ну да и получается тот который было здоровой не хотел простить умирающий умирающий простил прощение потому что он перед смерть он боялся верить непрощенном ты и попросил прийти ты как прости меня он лежит на у calculated ко мне смерти призначено прости меня а он стоял же здоровый на ногах нет не прощу его и вдруг он год упал замерз то здоровый который не хотел простить он упал замерто а тот который при смерти он здравый стал ожил да господь его поднял то есть вот это страшно не примиряться в деревнях да вообще вот у меня в деревне когда вы жили тоже у них напротив бабулька но сложный характер же храм не было все разные люди и вот постоянно тоже какие-то у них перепалки я всегда мама не примирись если что-то примирись мало ли то есть всегда говорю чтобы никаких там не было таких чтоб ты там я не пойду я разговаривать не буду чтобы прям как-то там что-то отнеси там гостиницы что-то но если помириться примириться чтобы не был так там у нас как же обычно если ты обиделся если ты не прощай что ты разговаривать не будешь это как раз признак того что ты не простил а что ты простил ты когда сообщаешься продолжаешь разговаривать дорого зато не крест даже не здорово не разговаривать а я с тобой там разговаривать не буду здороваться не будет потому что человек держит в себе обиду вот я вам к чему и говорю что устав устав нужно знать тут видите очень да еще и внешне касается опять сумма гаиш вот видел татьяну как раз была пришла длинная юбка да все казалось бы хорошо спереди длинная христианка православная добавлю а сзади пошла разрез чуть не до половины но я уже сразу сразу евангельские места вспоминаю вещи сразу евангелие не любите мир не того что в мире то есть разрез уже от мира отстану то есть как и игнатика чем не нравится духовно может судить обо всем а плотский обо всем уж судить то есть если мы православных христиане слава богу евангелие читаем знаем то мы будем толковать все во свете евангелия во свете библии до духовно надо все рассуждать на все смотрите видеть вот этот сразу грех для чего не для того чтобы осудить а для того чтобы и самим не грешить и другим помочь не грешить для чего мы их хочу сказать как это обличение то для чего как раз это человеколюбие проявляется чтобы человек исправился а который большими натянами накрашен приходит к мы сейчас говорим о краске но я уж не знаю есть у них сила растут еще отрошено и у меня вообще не растут у меня кальцина не хватает дело в том что не красить вот как господь сотворил тебя вот какой-то родилась маленькой же не красить ребенок до годика скажем волшебник растим и не на одном тем не красть ему не надо украсть правда сейчас умудряйте в годик мог то проколоть но тут уже от родитель дел хочу сказать сам ребенок то уже доброволь ничего не делать делать не надо то есть как господь нас сотворил такие мы должны ходить мы не должны на себя все навешивать да не надо все должно быть естественно потому что это седина это мудрость вот сейчас я вам это хотела нет а это я уже вам сказал вот то что надреза не на нельзя делать на теле то есть вот прокалывание надрезы сейчас вот еще делают многие вот и как и тату тату нельзя делать